Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемайр. Работа, профессиональная деятельность играют главную, иногда даже самую значимую роль в нашей жизни. И сегодня мы будем говорить о трудовых отношениях, о правах и обязанностях сотрудников. Сотрудников о том, как правильно устраиваться на работу, как правильно увольняться, о том, что делать, если, скажем, вы считаете, что ваш работодатель незаконно уволил вас. Трудовые споры в юридическом аспекте – тема нашей программы сегодня. И я хочу с удовольствием представить нашего гостя – это уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сырья Собурская. Здравствуйте, Сырья Горисовна. Добрый вечер. В прошлом году, в 2015-м, Институт уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан отметил, можно сказать, юбилей – 15 лет. Расскажите, пожалуйста, о деятельности этого института. Чем вы занимаетесь? Да, действительно, можно сказать, с одной стороны, очень молодой институт, но это проявление демократического общества нашего позволило создать такой институт. Он утвержден законом Республики Татарстан обуполномоченным по правам человека в марте 2000 года. И вот в течение этих лет мы активно работаем по защите прав человека в нашей республике. И ряд задач в соответствии с законом вытекает. Прежде всего, это, конечно, защита прав человека и гражданина. Это правовое просвещение. Это вопросы, значит, возможности внесения изменений законодательства Республики Татарстан. А также и взаимодействие с уполномоченными, международное сотрудничество в части защиты прав человека. 15 лет – ни много и ни мало, но у нас сегодня уже есть определенные наработки. И очень приятно, что люди нам доверяют. Ежегодно увеличивается число обращений в наш адрес. Несловно, каждый пишет свою тему, свой вопрос. И оно касается практически всех прав, которые определены сегодня Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан прежде всего. И поэтому это в том числе и трудовые права, и вопросы охраны, здоровья, экологические, культурные права. То есть все, чем мы живем каждый день практически. Сейчас буквально мы готовим доклад о соблюдении прав человека в республике по итогам 2015 года. Потому что, соответственно, законом этот ежегодный доклад мы должны внести президенту нашей республики, правительству Республики Татарстан, Государственный совет, прокурору Республики Татарстан, представителя Верховного суда Республики и арбитражного суда. И по истечении первого квартала очередного года такой доклад мы должны представить для жителей нашей республики. Обязательно опубликовать средства массовой информации. Ну, в частности, вот мы это делаем в Республике Татарстан опубликовываем и в газете «Ватанэм Татарстан». Сейчас вернемся к трудовым вопросам. Насколько часто к вам обращаются люди именно по трудовому законодательству, с вопросами, касающимися трудового законодательства, и какие конкретно вопросы, касающиеся этого законодательства? Конечно, это одно из основных вопросов, с которыми обращаются граждане. Совершенно естественно, не работая, не получая заработной платы, нельзя содержать свою семью и прожить практически ни одного дня. Ежегодно порядка 200 обращений в течение года. Это и письменное обращение через сайт уполномоченного, через документ оборот приходит обращение, а также на приемах, которые мы обязательно организуем. Практически ежедневно идет прием в аппарате уполномоченного и прием, который я сама веду. Кроме того, обращение приходит через телефон горячей линии. У нас это тоже практикуется, когда мы совместно с представителем гострудинспекции, со специалистами аппарата уполномоченного, приглашаем из Министерства труда и занятости нашей республики и в течение одного-двух дней проводим телефон горячей линии. Достаточно большое число обращений. В прошлом году в течение одного дня более 100 обращений пришло по вопросам именно трудовых прав. Какие вопросы? Прежде всего, конечно, мы, и это мы освещаем всегда в докладе, это проблемы невыплаты заработной платы. К сожалению, мы уже ежегодно наблюдаем такую проблему. Сейчас оно особенно остро стоит в связи с экономической, социальной ситуацией в Российской Федерации, в нашей республике. Хотя, казалось бы, если сравнить с прошлыми годами, по итогам 2015 года, порядка 28 миллионов задолженность по заработной плате. Представьте, какое количество людей сегодня пострадало от того, что не получили заработную плату. Более того, обиднее и бывает тогда, когда человек защитил свои права в суде, предположим, да, он выиграл суд, да, работодатель ему обязан выплатить зарплату. Но когда доходит дело уже до, и заводится дело в службе судебных приставов по решению суда, оно не исполняется. Почему? Или предприятие уже обанкротилось и не имеет, значит, массы для того, чтобы расплатиться с этим гражданином. Или вот когда оно вообще, предприятие, закрылось и даже нет его адреса, мы с таким сталкиваемся. И человек, имея на руках практически решение суда, не может ничего сделать. И никто ему не может помочь. То есть никаких рычагов? Абсолютно. К сожалению, вот такая ситуация у нас тоже наблюдается. Есть вопросы, когда обращается по незаконному увольнению. Очень много сейчас, вот и в прошлый год, причем это проблема не только нашей республики, когда граждане устраиваются на работу и в частный бизнес, и в государственный, там, особенно частный бизнес чаще всего, не заключают трудовых отношений, в частности, трудового договора нет. И как бы вот получают через конвертные выплаты, так называемые серые выплаты. И бывает, когда уже просто перестают платить и говорят, что у меня не работаешь, идите с Богом. И в результате он начинает искать правду. Ему никто уже в этой ситуации вообще никто не может помочь. Или он должен через суд оспаривать, что он работал на конкретной фирме или у конкретного работодателя. Но для этого нужно доказывать. Но документы нужны. Но документ, подтверждающий, что он там работал, но самое главное, это трудовой договор, его нет. Понимаете? И тогда тоже, и число таких обращений становится все больше и больше. Я должна сказать, что по этому поводу даже и вот эти серые конвертные выплаты, они же тоже, в принципе, да, может быть, и минутно они человеку помогают, он получает определенную сумму, которая выше, чем заработная плата. Но при этом надо понимать, что нет отчисления социальных, да, это пенсионный фонд, фонд социального страхования. И мы все люди и скажем, может, все что угодно случится. Сегодня он заболел, получил травму, и значит, никаких выплат соответствующих он уже не будет иметь. Это во-первых. Но и потом каждый человек подходит к своему пенсионному возрасту. И если у него нет отчисления, то, конечно, и уровень его пенсионный будет значительно ниже, нежели если бы он получал чистую или белую заработную плату. По этому поводу мы даже, значит, вот в прошлом году по инициативе Министерства труда за анти-социальной защитой, есть Государственная информационная система, народный контроль, ввели специально отдельную категорию, касающуюся трудовых прав. Это вот конвертные выплаты. Граждане могут сообщать о том, на каких предприятиях. Это вопрос охраны труда тоже, где нарушается, потому что это тоже проблема пока сегодня еще. Достаточно серьезная остается в нашей республике. Хотя очень много серьезно принимается мера, но между тем порядка, если сейчас вот не ошибаюсь, 66 человек, которые погибли на производстве в прошлом году. Это же, представляете, 66 семей, которые сегодня потеряли кормильца, отца, деда, близкого человека. В республике Тарстан? Это именно в нашей республике. Поэтому это ниже, чем по сравнению с 2014 годом, можно сказать, в результате принимаемых мер. И все же это остается, ну, гибель человека, самой страшной трагедии для каждой семьи. Поэтому, безусловно, вот эти вопросы, которые к нам, с которыми к нам приходят, с которыми нам приходится заниматься, где-то мы напрямую сами рассматриваем и разбираемся, выходим на предприятие, вот, пытаемся оказать содействие и решить. Где-то мы направляем обращение в Государственную трудовую инспекцию, которая есть в республике и очень активно в этом плане работает. Где-то мы направляем прокуратуру нашей республики или муниципальное образование, потому что в каждой муниципальном образовании есть специальная комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов, которая как раз эти проблемы тоже рассматривает. И, безусловно, для принятия необходимых мер, показания помощи человеку, который обратился по защите своих трудовых прав. Ну, вот у нас большая проблема, что люди, во-первых, рискуют, живут одним днем, может быть, не оформляются официально на работу, предпочитают получать, может быть, чуть больше в конверте, но при этом абсолютно рискуют и жизнью, и пенсией, и даже тем, что им могут спокойно не заплатить деньги, и они, как вы сказали, не получат ответа в суде, потому что нет никаких документальных подтверждений. Поэтому, конечно же, надо знать свои права и, в первую очередь, правильно, наверное, оформляться на работу. Безусловно. Вот как правильно это делать, каким должен быть трудовой договор, какие тут могут быть подвохи. Ну, я уже сказала, что человек имеет право, каждый соискатель, значит, при определении на работу, 16-летнего возраста, как правило, он должен написать заявление, прийти к работодателю. При себе он должен иметь документ, документы соответствующие. Ну, прежде всего, конечно, паспорт, подтверждающий его личность, да. Это и трудовую книжку, если у него есть. Если нет, вот, в частности, если впервые устраивается гражданин, безусловно, у него трудовой книжки нет, в таком случае ему просто заведут на том первом предприятии, куда он будет трудоустраиваться. Это, безусловно, пенсионное страхование, значит, страховое свидетельство пенсионное, которое также необходимо для того, чтобы потом уже на его пенсионный счет будут отчисления идти, соответственно. Далее, это документы воинского учета, если граждане военнообязаны. Ну, имеется в виду, в основном, конечно, для молодых людей, хотя и сегодня и девушки, те, которые учатся, имеют высшее образование, практически тоже многие, наверняка, военнообязанные, особенно в медицинском институте. Вот, поэтому там, где есть у нас сегодня военные кафедры, поэтому, если есть наличие военный билет, то его тоже нужно предоставить. Документы об образовании, безусловно, особенно тех, кто имеет уже данное образование, или по завершении профессионального учебного заведения, сегодня это техникумы, высшее учебное заведение, или квалификационная книга, которая подтверждает его и образовательный уровень, и его квалификация специалиста, того или иного специалиста. Ну, и в ряде случаев, а это касается, прежде всего, учреждения образования, это справку о наличии или отсутствии судимости. Вот это буквально в последние годы такой документ требуется. К сожалению, были случаи, когда действительно, имея человек в свое время серьезную судимость, он работал в учреждениях образования, социальной сферы, там, где работают, с детьми, с подростками. Вот сейчас это более жесткий подход к этому вопросу. Буквально определенные небольшие изменения, послабления дали в этом году. Право решать специальные комиссии муниципальных образований, которые будут рассматривать, какая судимость, и имеется в виду тяжкая, не тяжкая, и только после этого приниматься решение о возможности допуска. Вообще, и то, в принципе, этот вопрос, вот такой подход, он, наверное, правильный. После того, как соискатель представил все эти документы, с ним должен заключиться трудовой договор, где как раз и прописан, должно быть, на какую должность принимает, какая ставка заработной платы определена. Фиксированный. Фиксированный, безусловно, фиксированный, потому что дальше может идти рост. И обязательно в трудовом договоре сегодня, в трудовом соглашении, оно, значит, в двух экземплярах остается, один и в отделе кадров данного предприятия, второй у гражданина должен находиться. Вот тоже новый трудовой, значит, кодекс, который принят несколько лет назад, он уже сейчас еще также и обеспечивает, чтобы в трудовом договоре были и условия охраны труда. То есть должны быть прописаны и время отдыха, время обеденного перерыва, условно, да. Вот эти вещи, дальше условия труда непосредственно на предприятии, вот эти вопросы также должны быть отражены сегодня в трудовом соглашении при приеме на работу. Если работа связана с каким-то риском, например, строительства, то, что вы сказали, были случаи, когда смертельный исход, скажите, как-то это прописывается в договоре, что есть риск и страховка, соответствующая страхованию? Вот трудовой, в каждом, в производстве каждого, ведь особенность есть у строителей, это одно, у врачей это другое, поэтому вот все это должно быть прописано в трудовом догосоглашении с учетом всех особенностей каждой отрасли, поэтому должно быть написано это слово. Я узнала, что существует такой термин юридический, дискриминационные проявления со стороны работодателя. Что входит в это понятие, то есть когда дискриминируются права работника, в каких, в чем они проявляются, в чем проявляется эта дискриминация? Ну, вы знаете, бывают случаи, когда с гражданином, с работником заключен определенный трудовой договор, но при этом его переводят на другое место работы, не согласовав его, или, например, могут... Вот последний случай я просто приведу, когда обратилась ко мне учительница одной из казанских школ, у нее, значит, было... Она работала учителем начальных классов, и плюс еще ей были даны несколько часов нагрузка дополнительная, потому что полностью вот ту ставку, которая положена, у нее не хватало. И, придя на должность руководителя данного учреждения, новый человек, решил вот эту надбавку у нее убрать. Причем без каких-либо комментариев, без каких-либо объяснений. Просто по собственному желанию руководитель решил. Да, вот оставил ей эту нагрузку, и все, и вот вы работаете. Она говорит, я не понимаю, почему, ко мне никаких претензий не было, и так далее. И вот благодаря, например, совместной работе с Федерацией профсоюзов, работников образования, права были восстановлены этой женщине. Вот вам, пожалуйста, вопросы дискриминационного характера в этом плане, конечно, проявляются. Поэтому, если работы на предприятии человека как раз без согласования, без его добровольного заявления, без приказа, который подтверждает, что да, есть согласие в переход, то в таких случаях, конечно, граждане должны, могли обращаться. Значит, ну, во-первых, у нас есть, опять-таки, государственная трудовая инспекция, которая может сегодня. Можно, вот я уже назвала сегодня Федерацию профсоюзов, да, тоже очень активная позиция Федерации профсоюзов в этом плане по защите прав трудовых, прав граждан, но и, безусловно, также в прокуратуру, судебные органы, которые сегодня могут помочь человеку в решении этих проблем. А вот, скажем, например, несвоевременная выплата заработной платы, когда задерживают, или непредоставление отпуска, или как-то сокращение времени отпуска, это тоже входит в эту дискриминацию? Конечно, 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 безусловно. А вот, или дисциплинарная ответственность, какое-то привлечение к дисциплинарной ответственности, когда работник, в общем, считает, что... Ну, здесь ведь есть свои особенности. Если человек, например, привлечен к дисциплинарной... Прежде чем привлечь его к дисциплинарной ответственности, должно быть служебное разбирательство, в нарушение данным гражданинам или работникам какого-то своих трудовых обязательств. И после этого с него должны запросить объяснительную. Обязательно. Прежде всего, объяснительная должна быть. Почему ты нарушил, не выполнил то или иное поручение. Если человек пишет объяснительную, и все там нормально, то никаких, в принципе, не должно быть привлечения его к дисциплинарной ответственности. Если при этом, значит, все-таки идет, он написал объяснительную, дальше, может быть, создана рабочая группа, которая разбирается с нарушением, и после этого пишется приказ. Этот приказ в обязательном порядке, он должен быть ознакомлен с приказом. Если он ознакомлен и согласен, он должен подписаться. Если он не согласен, он может не подписываться и сказать, или написать, что я не согласен по таким-то причинам. Там уже или комиссия по трудовым спорам, которая должна быть на предприятии, может рассматривать. Если профсоюзная организация, он может обратиться в профсоюзную организацию данного предприятия. Если уже там полное непонимание, он может пойти в государственный трудовой инспектор, который та госинспекция, трудная инспекция, может прийти и разобрать ситуацию, которая произошла. Если даже гражданин не подписывает приказ, не буду я подписывать, тогда в любом случае при свидетельстве двух человек руководитель пишет, что отказался, или если кадровая служба, значит, пишет кадровая служба, что отказался от подписи, и свидетелями этого является один товарищ и другой. То есть вот такое правило. Это достаточно непростой и долгий путь. Да, безусловно. Просто все на пустом месте не решается. Работник должен обязательно отслеживать все вот эти бумажные дела, подписи ставить и знать, под чем ставить подписи. Совершенно верно. Вот очень важно, под чем ставит он подпись. Вы прямо подсказываете мне эти вопросы. Очень часто люди читают, не читают трудовой договор. Это очень важный момент. Мелким шрифтом, самые главные пункты, как вот я знаю из личного опыта, пишется мелким шрифтом где-нибудь в конце. Да. Вы знаете, когда человеку, соискателю или уже работнику предприятия представляет, например, мы тебя переводим с одной должности на другую, вот подпиши. Обязательно нужно прочитать, что же ему дают на подпись. Возможно, там понижение оплаты труда. Возможно, уровень квалификации там не стоит того, что есть у этого человека, да, что она у него значительно выше. Почему он должен терять свои квалификации? А подписав, он соглашается с тем, что ему предложили. И поэтому, бессловно, он теряет свои возможности и как квалификация, так и финансовая. Ну и в конечном итоге это тяжелым бременем ложится на семью. А возможно, он подписал, его вообще увольняют. И он согласен с этим. Поэтому прежде чем подписывать любой документ, он обязан, каждый гражданин обязан прочитать, что он подписывает. К сожалению, масса случаев, и с этим тоже к нам обращается, когда я не знал, я не прочитал. И в таких случаях, конечно, бывает очень сложно, очень сложно доказывать, что человек не... Ну, практически невозможно доказать, что человек не знал и так далее, если он подписал. Еще есть один очень интересный момент, когда... Это тоже касается трудовых прав. Когда человек говорит, что меня вынудили написать заявление об увольнении, я написал. Но я с этим не согласен. Вот меня восстановите. Вот мы как бы переходим и к вопросу увольнения. Вот здесь очень важный момент, что если человек подписал заявление, или он не согласен с увольнением, он может в течение одного месяца подать сразу в суд. Обжаловать в суде. Это вот прямой путь туда. Сразу же. Причем никакой госпошлины платить не надо. То есть это бесплатно. И он должен доказать, что он не согласен по таким-то, таким-то причинам. Причем это ложится именно доказательно самого гражданина. Не на работодателя, а на гражданина. Вот особенность. И вот здесь не надо бояться, не надо никуда писать, надо встать. Если уже работодатель не принимает позицию работника, сотрудника своего, надо идти сразу в суд, решать эту проблему. И второй вопрос, когда очень сложно доказать вообще в принципе, что его понудили написать это заявление. Поэтому если он твердо убежден в своей правоте и считает, что да, он не нарушил, что он работал, не надо писать заявление. Да, здесь мы должны быть решительными, честными, не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе. Да, иногда вот приходят через два, через три месяца, через четыре, восстановите. Есть еще такая тоже вот особенность, если месяц прошел, а в это время он болел. Он, например, отпуск, вот именно болел, лежал в больнице, или ухаживал за пожилыми, престарелыми, или очень тяжело больными. То есть не было физической возможности ему обратиться в суд. Тогда можно больше месяца. Нет, у него пропущен срок обращения. Вот в таких случаях он должен сначала восстановить срок. Для этого тоже должна быть доказательная база, почему он сегодня восстанавливает. Почему он не смог обратиться в свое время в течение вот этого одного месяца? Вот такая еще есть. Вот буквально вчера на последний прием было обращение, когда, в общем-то, увольнение было в июне месяца. В июне, по собственному желанию. А сегодня, значит, гражданин обращается о восстановлении его на прежнем месте работы. Но это невозможно, конечно, потому что никаких оснований там для восстановления срока просто нет. Ну, столько времени уже прошло. Конечно. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня о трудовых спорах, о трудовых вопросах мы говорим с уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан, Сырье Сабурской. Сырья Харисовна, очень важные вопросы незаконного увольнения, связанные с увольнением и, конечно же, с заработной платой. Вот сейчас минимальная заработная плата в Татарстане какая? 6204 рубля. Вот определенно последняя. Дело в том, что минимальная оплата труда установлена на все территории Российской Федерации. Вот последняя сумма, которая была утверждена, 6204 рубля. Но я специально взяла с собой решение трехсторонней комиссии Республики, а по инициативе Федерации профсоюзов Республики МРОД по Республике Татарстан чуть выше, более 7 тысяч рублей. Это, конечно, здорово. Это, можно сказать, вот не найду в своей бумажке. Вот. Соглашение между Федерацией профсоюзов, Координационным советом объединения работодателей Республики Татарстан, кабинетом министра Республики Татарстан о минимальной заработной плате от 2 октября 2015 года. И вот здесь как раз написано о том, что в организациях внебюджетного сектора экономики минимальная зарплата устанавливается в размере не менее 7309 рублей. Это значительно. Вот мы видим, что выше по сравнению в соответствии с федеральным законом. И поэтому, безусловно, для остальных государственных, для предприятия остается вот эта сумма, которая определена по Российской Федерации. 6 тысяч 4 рубля? Да, 6 тысяч 200, значит, 4 рубля. Поэтому, безусловно, к этому надо стремиться. И это и есть, потому что и бюджеты сразу, вот они как бы предусматривают, раз уже в восстановлении это и подписано правительством нашей Республики. И, конечно, это учитывается при закладывании бюджета всех тех организаций, для которых относится эта минимальная оплата труда. Но с точки зрения не законодателя, а простого человека, и не работодателя, а работника, хочу сказать, что, наверное, в таком случае каждый все-таки стремится, каждый человек стремится получать зарплату больше, зарплату регулярную, может быть, конечно, не минимальную, даже, может быть, повыше средней. И вот тут встает вопрос о временном промежутке выплаты зарплаты. Я знаю, что часто бывает так, что задерживают зарплату. Вот как с этим бороться? Да, вот мы с этого ведь с вами и начали, что, к сожалению, вот есть и сегодня задержка заработной платы. Но, прежде всего, конечно, очень серьезное к этому внимание отводится правительство Республики, специально созданная комиссия. Вот не платят месяц, два, три, что делать? Да, значит, ну, во-первых, по Трудовому кодексу два раза в месяц должно быть выплачиваться заработная плата. По Трудовому кодексу два раза в месяц? А если нарушается Трудовой кодекс? Если нарушается обращение, прежде всего, опять-таки, если на месте, во-первых, это и Совет Трудового коллектива, который должен следить за этими вопросами, или, опять-таки, профсоюзная организация. Если не выполняется, то, безусловно, Гострудинспекция, которая сегодня тоже смотрит, следит за своей временностью выплаты заработной платы, а также прокуратура Республики. Прокуратура Республики. Поэтому надо смотреть, и я должна сказать, что те руководители предприятия, которые не своевременно выплачивают заработную плату, при наличии даже, вот как раз если прокуратура, она, если выявляет, что при наличии финансовых средств зарплата не выплачивается, то есть намерен уход средств от зарплаты, там, например, на производство или там на приобретение техники какой-то, есть такая норма, когда руководители предприятия могут решением суда дисквалифицировать на определенное время, несколько лет, когда он не имеет права занимать руководящую должность. И ежегодно вот эта мера применяется в нашей Республике, и ежегодно определенное количество руководителей лишается права быть руководителем. То есть мера такая применяется. И тут, конечно, вот очень важно, что мы сейчас об этом говорим, то есть каждый работник должен знать, что у него есть это право, и если задерживается ему зарплата, выплачивается в ненадлежащем объеме, не в том объеме, который прописан в трудовом договоре, то он имеет все рычаги. Все имеет, конечно. Все рычаги. Вот почему очень важно вовремя обращать на это внимание, да, пока... Не ждать полгода. Даже дело не в полугодах, а в годе, полгоде, полутора годе. А просто если предприятие действительно хронически начинает не выплачивать заработную плату, значит, там ситуация очень сложная на данном предприятии. Уже имидж складывается. Это раз. Оно может вообще достигнуть такой ситуации, когда уже перейдет финансовое оздоровление, да, дальше банкротство. Тогда вообще человек не получит никогда заработной платы. Вот с этого мы разговор с вами ведь начали. Даже при наличии судебного иска он решение, вернее, он не может взыскать эти деньги, которые заработал. Поэтому если работник видит, что в течение месяца, ну, месяц еще не считается там, как бы, такой задолженности, двух месяцев уже учитывается, например, что уже это задолженность заработной платы, он уже должен бить во все колоколах. Он обязан это делать. Обязан. Во-первых, в интересах себя прежде всего, да. Не ждать, пока вам крутится предприятие, и тогда он не получит уже ничего. Да, ну, там тоже есть, в соответствии с законом, есть, но зависит от того, что намного сложнее будет. Намного сложнее. Дело в том, что просто ведь многие, ну, бывают такие недобросовестные работодатели, которые манипулируют сотрудниками, говорят, ну, потерпи, пожалуйста, ну, в следующем месяце я там чуть побольше. Вот потерпи, подожди два месяца, три месяца. И наивные люди ждут, пока уже не случится вот то. Ведь, вот вы знаете, обычно в начале каждого года есть такая система заключения коллективного договора. Коллективный договор, который заключается на каждом предприятии между работодателями и трудовым коллективом. В данной ситуации трудовой коллектив выступает профсоюзная организация или совет трудового коллектива. И вот как раз именно в этом колдоговоре должны определяться и сроки выплаты заработной платы, да, вот все моменты там материальных дополнительных поощрений. То есть те вопросы прав работника, которые именно выставляет и профсоюзная организация, и совет трудового коллектива. И поэтому очень важно учитывать вот эти моменты при заключении колдоговора. Это очень серьезное мероприятие, где должен быть интерес каждого работника при заключении колдоговора. Вот и уровень оплаты труда там определяется, да, и все дополнительные меры соцподдержки. Да, и вот что касается как раз увольнения, да, там, скажем, незаконного увольнения, или то, о чем вы рассказали, когда человека понуждают написать заявление об увольнении. Я слышала, что, например, многодетные матери или матери-одиночки имеют больше шансов остаться на работе. Если их не так... Вот просто в Европе, например, в Германии, уволить мать-одиночку или многодетную маму практически невозможно. Вот есть ли у нас в России, конкретно в Республике Татарстан, какие-то такие вот привилегии для многодетных семей, для отца, который содержит, скажем, и престарелых родителей, и многодетную семью? Есть ли у нас какие-то... Ну, знаете, вот я должна сказать, что вообще в принципе, в принципе, вопрос увольнения, это все связано, выполняется в соответствии с трудовым договором, трудовым кодексом. Он единый на территории всей Российской Федерации. И вот о чем вы говорите, если отдельно там какие-то меры при увольнении в Республике, они не могут... Их нет, они едины по всей территории Российской Федерации. Конечно, при увольнении... Ну, увольнение это одно, сокращение другое. Если мы говорим о сокращении, то именно этот вопрос. А увольнение... Да, человек, соответственно, трудовым кодексом, какие увольнения? Он нарушает трудовую дисциплину, он условно не пришел на работу. То есть у нас любого человека. Безусловно, и неважно. Безусловно. Если он нарушитель трудового правила, почему он должен работать? Если он не выполняет свои функции. Если он не выполняет свои функции, он сегодня опоздал на работу, там на три часа не пришел. На другой день он вообще не явился или пришел в нетрезвом состоянии. И это неважно. Поэтому здесь, конечно, могут быть какие-то... Единственное, если он высокая квалификация, но здесь уже отдается на руководитель предприятия. Он уже или данное учреждение, или данная организация. Уже он смотрит, насколько можно поверить этому человеку. Не может быть какие-то дать возможность ему исправиться. То есть здесь, если четко по трудовому кодексу, он не пришел на работу, это уже прогул. И вы понимаете, что это грозит. При вопросе сокращения, скорее всего, вы вопрос именно... Что касается сокращения, да есть какие-то привилегии? Есть, вы говорите, вопрос сокращения. Ну, при сокращении, конечно, прежде всего отдается... Здесь смотрят, кого сокращает, какие специальности, какое количество сокращения. Как правило, отдается здесь преференция тем, кто имеет большую квалификацию. Безусловно, рассматривают. Безусловно, и здесь вот как раз очень важна позиция профсоюзная. Опять я возвращаюсь вот к этим коллективам, организациям, которые защищают интересы. Даже при увольнении, даже при увольнении, вот есть такой момент, тоже считается сменой профсоюзной организации. Вот даже тоже при прогуле и так далее, также если профсоюзный организаций, совет трудового коллектива считает, что да, согласен, тогда вообще без каких-либо проблем руководитель может написать приказ о увольнении данного гражданина. При сокращении тоже очень внимательно рассматривают, кого сократить в первую очередь, или кто... Ну, безусловно, те, кто пришел последний, как правило, смотрят. Да, да, но есть возможность, и вот это особенно, чтобы знали, что, возможно, есть другая ставка, другие места. То есть поменять работу на данном предприятии. То есть прежде чем уволить, человеку должны предложить, что вот на предприятии, да, вашей квалификации нет работы, но есть квалификация, может быть, менее, чем у вас, которая не требует такое знание. И, может быть, и по уровню оплаты труда ниже. Но мы вам предлагаем. То есть прежде чем сократить человека, да, альтернативные предложения по трудоустройству на этом же предприятии, в этом же учреждении, должны быть предложены в обязательном порядке. И если гражданин, причем в письменном виде, мы вам предлагаем вот то-то, 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 пожалуйста. Опять снова письменный вид, надо все документы, все собирать, документировать. Чтобы это было в письменном виде, чтобы мы ему предложили вот такие-то места, но вот он не согласен. В таком случае, если человек не соглашается, и больше других тут должностей нет, то тогда он попадает под сокращение. При сокращении, при увольнении, ему должны оплатить среднюю заработную плату, даже если в середине там сократили рабочие месяцы, да, кроме того, на два, значит, впереди месяца также средняя. То есть он должен получить заработную плату в тройном, получается, объеме. Да, да, вот за два месяца. Значит, за увольнение, плюс впереди еще два месяца. Потому что он, может быть, только начал, месяц, может, только начался, да, плюс еще два месяца вперед. Но есть такая особенность, если гражданин условно сразу же встанет в центре занятости, при условии, что да, я встаю, то тогда продляется еще на один месяц средняя заработная плата, оплата труда этого гражданина. То есть три месяца нахождения в центре занятости. Вот, поэтому здесь, конечно, должен быть, безусловно, должен быть подход с таким социально-человеческим лицом, да, потому что мы понимаем, и работодатель должен понимать, что, ну, как вот, условно. Иногда обижаются, да, обижаются порою при сокращении люди, которые имеют определенный доход. Ну, вот, например, пенсионеры у нас вот пишут, я же работаю, почему меня сокращают в первую очередь, и так далее. Здесь, конечно, учитывается то, что у человека уже есть определенный доход, и поэтому все-таки вот обращают на это внимание. А другие, та же многодетная семья, или, например, имеющие ребенка, инвалида, или, условно, или, вот, как вы говорите, мама, которая одна воспитывает ребенка, конечно, не имея других доходов, безусловно, также идут навстречу и, безусловно, определяют, или представляют другое место работы, там, которое еще остается, остается, или же все-таки оставляют именно на месте. Есть же... Да, что касается трудовых споров, я поняла, пришла глубокое убеждение, что надо отстаивать свои права. Конечно, конечно. Но, к сожалению, опять-таки, вот не каждый из нас знает, что, например, вот это вот по 393 статье Трудового кодекса, работник, который подает в суд или пытается решить, отстоять свои права, он освобождается от уплаты госпошли. Да, я уже об этом сказала. Вот это вот очень важно. Просто еще раз надо, может быть, акцентировать, не ждать, время просто уйдет, и будет очень обидно, что ушло время. Никакие... То есть человек идет и подает заявление о восстановлении его на работе, если он считает, что его неправильно, он не согласен с увольнением. Потому что у нас ведь какая частая логика? Ой, мне будет дороже судиться, чем отстаивать свои права. Ой, лучше я пойду искать новую работу, чем буду защищать свои права на старый. Да, к сожалению, время нашей программы подошло. Да что вы! У нас еще осталось очень много вопросов. И я очень надеюсь на встречу с вами в ближайшее, надеюсь, время, потому что, что касается уполномоченного по правам человека в нашей республике, то вы сами сегодня озвучили это непочатый край работы и, конечно, непочатый край вопросов. Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была уполномоченная по правам человека в республике Татарстан Сырья Сабурская. Я, Марина Хакимова-Гацемайр, прощаюсь с вами. Смотрите разговор по чесноку. Увидимся через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин